Пятый канал представляет Крови на нем немало Если не остановить Будет еще больше Упырь он Настоящий А ты не смейся, молодец Вижу Вижу, сойдутся ваши дорожки А после этого Дальше Один пойдет А кто бабушка? А этого я не ведаю Вонученька Ну как мы теперь? Ты о чем? Ну, как мы будем искать тех, кто брата твоего заказал? Лена, Василиса ты моя премудрая Никаких мы в этом деле быть не может За интервью с бабушкой спасибо Но на этом твое участие в этом деле заканчивается Тема закрыта А что если... Закрыта тема И разговор закончен К нему мы больше не возвращаемся И делаем вид, будто мы ничего не знаем Все ясно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да... Да не расстраивайтесь вы так Скажите, а список украденого сможете составить? Ого Спасибо Ничего себе у вас память Я записывала каждый раз, когда муж сделал мне подарок Я бухгалтера дела Бухгалтера по образованию дела по красавку Ага А вы сказали, у вас еще деньги пропали? Много? Много Ну какая сумма? Я не знаю Муж приедет, скажет вам точно Так, понятые Распишитесь, пожалуйста, вот в протоколе Вот здесь вот Вот А мы с вами сейчас Давайте пройдемся по списку украденного Пройдемте Непривычно деловой Бычков Непривычно увидеть тебя на выезде Надоело сидеть без дела Она перечитала все журналы в кабинете В том числе и системная химия Вот от скуки с нами поехала Спасибо, Лень Я назначаю тебя своим пресс-аташе Посидел бы ты в кабинете с утра до ночи без дела Я бы на тебя посмотрела Ну, у тебя свободный график А я здесь каждый день И так уже 10 лет И ничего Вот именно, Ленечка И ничего Леня, а что по пальчикам? Да что? Сработано предельно грязно Море этих пальчиков Я вообще удивляюсь, как они тут паспорта свои не обронили Был бы неплохо У меня такое ощущение, что здесь сплошная кража Если бы это был детский утренник Нас бы вряд ли сюда позвал Как будто я в драконьей пещере с награбленным золотом Что ж, вор Я чувствую тебя Так вас здесь много? Ой И что вы здесь делаете? Это мой муж Степан Владимирович Демидов Муж потерпевший То есть хозяин квартиры Получается, тоже потерпевший Майор Амосов Начальник группы Майор, спасибо Вы свою работу сделали Если что-то не успели, бывает Никаких претензий Вы хотите, чтобы мы ушли? Да Как? Ну там же вот эти мои любимые Какая-то с изумрудами, которые... Моя жена поспешила Дорогая, иди отдохни Здесь больше навели беспорядок, чем украли Накануне я забрал почти все драгоценности На чистку Давайте мы сами разберемся Лень, ты закончил? В принципе, да Вот и отлично Счастливо Аривидерчи Чао Слушайте, какой-то мутный тип Такое ощущение, как будто это мы у него что-то украли Вообще, по-моему, пофигу Найдем мы эти побрякушки, не найдем Ну, выходит, что пофиг Вот был у меня аналогичный случай Как-то вызвал нас алкоголик Якобы у него украли пустые бутылки А он их сам продал То есть сдал, а деньги пропил Представляете? Этот Демидов сам вор Вот в чем дело Сам себя, что ли, обокрал? Нет У него в квартире на всех вещах, понимаешь Как будто на лед Как пленка липкая Нечестным путем Эти вещи нажат Ты покажи мне хоть одного толстосума Кто честно деньги заработал Все, закрыли, Дима Тон Максимович, ну эксперт говорит Эксперт сказал, я выслушал И еще Может, это для кого-то и сюрприз Но атакон защищает всех А не тех, с кем у вас классовая Солидарность Что с ним такое-то? Ничего Закрой тему, поехали Да, слушаю Майор Вы мне дали свою визитку Чтобы я позвонил Если передумай Так вот, я подумал и Передумал Приезжайте завтра с утра Если хотите поговорить Ну, конечно, хочу Адрес я вам сброшу СМС-кой Лень, ну что у нас С отпечатками? Лень, что с отпечатками? А, да есть тут Пара зацепочек Значит, в изобилии Были обнаружены пальчики Двоих наших старых знакомых Первый Это вот Игорь Ласточкин Знаем такого? Ага Мелкий воришка Проходил там по мелким делам Где-то кошелек ущипнул Где-то ларек вскрыл По мелочи Так, так, так А второй? Евгений Деревянко Его лучший друг Мы их, кстати, всегда вместе берем Молодцы Так, и что И адреса есть? Ну, у Деревянко нет Постоянного места жительства А Ласточкино Хоть сейчас покой Слушайте, если они не рванули никуда Я им лично медаль выпишу Судя по протоколу Последнего их дела Они были задержаны При попытке сбыть товар тому У кого они, собственно, все это и украли Вы знаете, обожаю таких Без них было бы скучно жить Бычков, идем Ну, и вот Как в таких случаях Говорил Робин Дранат Добрый, Верласечка Ну, там охотно В этот момент Целит фиолетовенькие цветочки Здорово, мужики Что, отмечаем? День рождения, начальник Так, сразу видно, что начальник А у нас без приглашения Никто не приходит Вот разве что Николаевич Ну, ему сильно надо было Чего ж не помочь, хорошим человеком? Понятно А где именинничек? А вот Игореха А, Лен Нашки Проставляется С днём рождения Здравствуйте, Игорь Хотелось бы вас поздравить С днём рождения От лица правоохранительных органов И пожелать вам Здоровья Здоровья И еще раз Здоровья Ну, куда же вы? Господин Ласочкин Вы уж извините, что мы без приглашения Мы вам там лимузин подогнали Прокатимся? Вкусно пахнет Ого Это ты ко мне наборщик с таким багажом? Ну, а что, ты же его не на один день приготовила Вон, кастрюля какая большая Дня на четыре хватит Ну, на четыре дня Отлично У меня просто снова дома свет отключили Так я наборщик, короче, к тебе Да, а что же ты ко мне идешь А не к зазнобе своей Там обстоятельства такие Ну, короче, ну, что говорить Мужик к ней из рейса возвращается Да, Паша Да играетесь вы со своей этой любовью Вахтовым методом А что, нельзя по-нормальному Пусть она сначала разведется Потом уже Да ты что? Чтоб я свою свободу на пеленке променял? Нет Садись Умней ты, Паша, не становишься Ленчик, я тут подумал Может, мне тоже поступить на службу в полицию? Ну, как ты? Ну, внештатным сотрудником А что? Смотри, нормально Ну, я стою на точке Спокойненько На вокзале Наблюдаю Опа-опа, смотрю Какой-то такой стрёмный типочек С ночного поезда Спрыгнул и петляю через огороду Я спокойненько Вообще, вообще Беру себе там Рацию Раз, два, три Пацаны принимать Все Паша, иногда лучше жевать Нет, серьезно Мне только корочку Я тебе говорю, корочка решает Ты же с майором с этим крутишь Нарисуй мне Корочку тебе? Ну, да На Корочку тебе Ммм, вкусно Майор Воробьяшкин Всем оставаться на своих местах То есть, фамилия Демидов тебе ни о чем не говорит Нет И дома ты у него не был Оф, нет А как же ты объяснишь тот факт, что весь дом усилен Твоими отпечатками А А, Демидов Да, был, точно, был Вы пивали вместе, да Вы пивали у него дома? Ну, а что, он пригласил, я не отказался А кто с вами еще был? Может, твой дружок Деревянка там был? А, тихо, тихо Да, точно, Жека, Жека был, да Тоже пил Ну, мы вместе все пили втроем Вот и наставляли там отпечатка Ну, что, все сошлось Я могу идти Сидите спокойно Значит, вы утверждаете, что к ограблению Демидова не причастны, так? Я, да боже упаси А что, его ограбили? А где сейчас ваш друг Деревянка? А, не знаю Как это не знаете, вы же вместе были? Да мы поссорились? Из-за чего? А я сказал, что Загоев не игрок, а подстава Постоянно в драку, красные карточки на ровном месте зарабатывает Да что ты несешь-то? Какой Загоев подстава? Да он еще проявит себя и в чемпионате России, и в лиге чемпионов Вот и Деревянка говорил, что он крутой А, да какой крутой? Я с ним махался! Круто! Ты с Загоевом махался? Да где ты, а где он? Ты мне скажи, еще с Аршавиным чипсы ел Ну, чипсы не ел, а бухали точно Вот понятно все с тобой Ладно, Вань, давай его снова в обезьянник Выспаться, будем разговаривать Может, этого Деревянка еще найдем Разговорчие будут Мужики, мужики, может, я лучше дома переночую, а? Да есть где тебе переночевать, есть! Хорошее местечко Я благодарю вас, что вы согласны были уделить мне время Ну, этого у меня вагон Так почему вы передумали? Вы же видели автомобили? Я вначале испугался Бросьте, мало ли идет Пуганный ворон любого куста боится А потом, посидел я Подумал хорошенько И решил Как же это так? Я теперь каждого шороха пугаться буду? Нет Не будет такого Я так понимаю, вас интересует убийство Креста Почему? Дело снова открыли? Это лично Но если кое-что подтвердится Я уверен, дело откроют Откроют? И кто же это его откроет? Госпожа Куликова, которая его так технично развалила? Или те, кто ей приказал это сделать? Однако, серьезное обвинение в адрес моей коллеги Заметьте, обоснованное Она мне о моем деле рассказывала на чистом глазу Совершенно случайно украденный КамАЗ Совершенно случайно выезжает на встречку И совершенно случайно подставляет мне бок, да? То есть она еще и ваше дело развалила? А-а-а Прошу вас Вы знаете, злым умыслом не обязательно объяснять То, что можно объяснить непрофессионализмом Послушайте, если бы дело вел Черняев Я бы с вами согласился Но госпожа Куликова проявляет непрофессионализм Только в исключительно выгодных для нее случаях Вы говорить так, как будто хорошо ее знаете Я ментовский репортер Я многое знаю То есть вы параллельно с Димой работали над убийством Креста? Не совсем так Мы с Димой друзья были Ну и делились соображениями А я как раз тогда занимался войной Креста и Тулунефти У нас тут в городе был на тендер выставлен нефтеперерабатывающий заводик И из-за него схлестнулись очень серьезные люди То есть из-за этого у вас под КамАЗ? Не поверите Сам не знаю Репортажи мои Марьяне зажигали Но Убивают Креста Через две недели взрывается офис Тулунефти А еще через две недели Дима покончил с собой Однако Да Но перед этим он успевает выслать мне сканы всех документов по своему делу Я не представляю, что его заставило пойти на должностное преступление Я не понимаю, из-за чего убили его, а меня покалечили Разбирался я, разбирался с этими документами Может быть у вас выйдет И запишите номер, с которого я вам звонил Его никто не знает и, надеюсь, не слушает И заведите себе левую трубку Вы думаете, меня слушают? Разборошите это осиное гнездо, буду слушать Уж будьте уверены До связи Игорь Ласточкин Знакомо вам это имя? Нет Странно А он утверждает, что пил с вами накануне у вас дома У меня дома Бред Мы вообще гостей не очень жалуем Нам и вдвоем с женой хорошо, правда? Да Слушайте А может вы знаете друга его, Евгения Деревенко? Может вы такого знаете? Ну Мы когда найдем его, вам сообщим То есть Это надолго Нам надо посоветоваться Спасибо большое Ваня Подозреваемый, кстати, один есть уже В камере сидит Завтракает Извините, пожалуйста Я бы хотела забрать наше заявление Почему? Вы думали, так будет лучше? Ну там ничего так особо не пропало Так по мелочи Но я могу просто забрать Извините Да, Валера, слушаю тебя Не обижайтесь Но вы с ним это От того С кем? С потерпевшим? Да нет С майором Я же просил не обижаться Ну вы второй день уже рычите друг на друга Бычков, ты совсем что ли? Бычков Ладно, помоги мне лучше с потерпевшим разобраться Антон Максимович прав Страшный человек в протоколе не напишешь Но тебе же не стоит ничего за ним проследить Ну если незаметно, то можно Вань А как можно еще следить за человеком, кроме как незаметно? Да я не это хотел сказать вообще Послушай Если он вынудил жену забрать заявление, когда подозреваемый уже в камере Значит он что-то замышляет Причем скоро Проследить незаметно Леночка, только быстро и по сути А что ты кипятись? Клиент уже в камере Клиента в камере, а потерпевшая дала задний ход Да потерпевшая может съесть свое заявление Дело уже закрыть нельзя В смысле? Лень, не томи Я пробил по базе все пальчики, которые обнаружил в квартире Демидовых И Та-та-та-тан Ха-ха Знакомьтесь, Александр Лютаев Известный вор-рецидивист по кличке Лютый Между прочим, три ходки за разбой Одно с отягчающими И везде фигурировал организатором А с 2012 года Находится в федеральном розыске За нападение на инкассатора в Твери Очень громкое дело было, очень Ленечка, ты молодец Да, мне бы теперь у хозяина квартиры снять отпечатки пальчиков Чтобы их отсеять, а остальные пробить по базе Вот только засада Хозяин квартиры только что забрал заявление Ты чё тут делаешь, поганец, а? Тише, бабушка, я на работе Какая я тебе бабушка? Он на работе, посмотрите на него А ну катись побыстрее отсюда со своей тарантайкой Сейчас полицию вызову Полиция! Полиция! Ты чего тут прячешься? Ты чё тут прячешься, а? Вас прячешься, мамаша Какая я тебе мамаша, а? Какая я мамаша? Ты посмотри, что ты мне наделал Всё бельё мне перестирывать будешь, да? Будешь? Куда едешь? А ну Люди! Полиция! Полиция! Люди! Украл, гад! Ты куда? Стой! Ух ты, гадина! Люди! Люди, помогите! Ой, порвал! Лютаев Александр Борисович 71-го года рождения Глянь по базе его, ладно? Хорошо Всё, жду И прежде А ты где был? Честно? Или придумать ответ поумнее? Давай-ка для начала честно Я следил за Демидовым С какого дуба? Кто велел? Антон Максимович, вы только не ругайтесь, но Воробьяшкин меня убедил Воробьяшкина? А я тебя отпускал? Я твой руководитель Воробьяшкина Это эксперт-психолог Где здесь сказано Что эксперт-психолог Может давать санкции На наружное наблюдение? Ну Нигде, наверное Садись Ты хоть узнал чего-то? Демидов сел в машину и уехал А ты упустил подозреваемого Из-за какого-то бутерброда? Блин, откуда вы про бутерброд-то узнали? Лук тебя погубит когда-нибудь Подождите, а с каких пор он стал подозреваемым? С тех самых пор, как в квартире нашли отпечатки известного ресединиста Лен, если я тут парканусь, никто возникать не будет? Никто возникать не будет Ну и зашибись Потому что ты здесь парковаться не будешь Да ладно, ну ты чего? Я часок тут потусуюсь и все, узнаю, что-то как Я еще раз тебе повторяю Не надо здесь парковаться Давай, иду и домой Да ладно, Лен, я никому не скажу, что ты моя сестра Скажу, что я этот близкий родственник твоего этого, Амосова Так, если ты сейчас не исчезнешь отсюда Можешь идти ночевать домой В дом без света и воды А без угроз никак нельзя Мне кажется, тебя твой этот майор покусал И ты превращаешься в мента Поговори мне еще И попытайся не влезть в какую-нибудь фигню Да хорошо, хорошо Опять Доброе утро, Лена Доброе У тебя есть что-нибудь от головы? У тебя завелась голова? А где она была, когда ты наладила Бучкова следить за Демидовым? Ты психолог или прокурор целый? Здрасте Антон Максимович, вот вы меня вчера отчитывали А я, между прочим, полночи по подвалам и чердакам шлялся, но нашел Что нашел? Ничто, кого? Хорошо, кого? Напарника Ласточкина Евгения Деревянка А вот это ты молодец Где он? В морге То есть как в морге? Ну так, убили его По всей вероятности смерть наступила в результате удара холодным оружием Скорее всего ножом В грудь со спины Со спины это как? Я покажу Подождите, вы что, нам не будете показывать? Ну что, мне его поднимать, что ли? Я не волнуйся, все будет с хирургической точностью Ну вот, примерно так А, то есть получается, что убийца был ниже Деревянка, либо одного роста? Деревянка у нас кто? А, да, ниже на полголовы И должен сказать, он знал, куда бьем Вот сюда, под грудиной, лево и вверх Точно в сердце, один удар, один труд Вот такая шаурма получается Короче, пацаны, все части полицейской академии Четыре сезона улицы разбитых фонарей Так что, можно сказать, в полицейских делах я вообще отстреливаю на раз Слушай, Пашка, ты бы в ППС служить пошел Водить ты умеешь, бегать тоже Не-не, пацаны, у меня другая цель Ой, когда же ты порядок наведешь, Леня, Леня Ах ты скотина Ко мне вчера этот Амосов на вокзал приходил Ну, Амосова знаете? Ну, знаю Московский Ну, да Ну, он как к братишке своему, знаешь, так чисто Посоветоваться пришел Ну, говорит, давай к нам, короче, в опера Ну, я не знаю, я так пришел посмотреть, что да как у вас тут Ну, опять-таки, по поводу зарплаты побазарить хочу А какая у тебя выслуга? Должность? Я Ленке говорю, своей сестре Ну, Ленка, она у вас тут эксперт Ну, да, знаем Ну, я и говорю, что меньше, чем... Паша! Ну-ка, иди сюда Вспомнил мы своего Ладно, пацаны, фартуй масти А кто это? Да это ж Пашка, бомбила Вечно на вокзале стоит На развалюхе своей таксует Вот, сидишь здесь И ждешь, пока я с делами разберусь И чтоб ни звука, ясно? Вон, шарики можешь пока погонять Так О, здравия желаю Здравия А не с кем было малого оставить Бычков Ты что, кто такой бледный? В гостях у потолгонатного были Понятно У меня есть отвар один хороший На, вот Выпей Ложечки три-четыре На А что там с деревянкой? Убит Ножом в сердце В сердце? Круто Так, Паша Встал и вышел за дверь, пока я тебя не позову Прямо секреты Про это весь город знает Все, все, ухожу Появился труп А значит, дело приняло новый оборот И молись Богу, Бычков, чтобы это не было связано с твоим языком Чего с Бычковым всегда виноват? Чуть-чуть сразу Бычков О, Ванечка, я смотрю, ты оживать стал Давай-ка езжай к Демидовым И уточни, чем занимался хозяин вечером Поможешь нам Куда? Так, а я тем временем схожу к Ласточкину И сообщу ему плохую новость о том, что деревянка мертв И хорошую О том, что он свободен Свободен? Не надо меня выпускать Они меня убьют Кто? Нас предупреждали, чтобы мы в дом к Демидову не лезли Но припекло, понимаете? Когда на дозу надо Кажется, что все с рук сойдет Я понял, Павел Это вы обчистили его? Да-да Да, я во всем признаюсь Только не выпускайте меня Стопудово Жека сказал ему перед смертью Что все побрякушки у меня А не у тебя? Ну там, да, кое-что осталось Я покажу вам, где все спрятано Но только не выпускайте меня, я умоляю Скажи мне, что ты знаешь о Демидове? Да, толком ничего Базарят только то, что он, короче, наводчик А Лютого? Он упоминал? Нет Скажи, ты поможешь нам взять Демидова? Нет, 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 нет Что? Нет, даже не просите Я отсюда никуда не выйду Я клянусь вам, если я выйду отсюда Я первый жонарек вынесу Хорошо, ладно, ладно Уведи его Нет, нет В обезьянник В обезьянник, да Блин, как ты два с половиной часа можешь сидеть на одном месте? Так, не трогай там ничего Нужно было с Бычковым ехать Там слежка, опрос свидетелей, ну круто К вам Бычков не заходил? Нет, не было Не было? Да Бачка, ну где ты ходишь? Короче, Демидов с пяти вечера был дома Так что у него алиби Так, а ты где находишься? Я сейчас это... Вань, дуй-ка давай в отделение Я уже бегу Уже бегу Ах, бежгадина Теперь ты от меня не убежишь Люди, это огни В отодеяльник порвал Стой, остановись Снова убежал Так, интересно получается У Демидова алиби Весь день был дома, ни с кем не общался Так он, наверное, позвонил кому-то, велел мочкануть Паша Ну, в смысле, нанял кого-то Возможно и так Вчера днем, когда Бычков упустил Демидова Тот встретился с исполнителем И велел убрать Деревянка Зачем? Ну, чтобы вернуть награбленное Паша! Верно-верно говорит Вернуть награбленное Деревянка сдал Ласточкина И после чего был не нужен Ну, естественно, Ласточкин теперь боится даже нос высунуть из обезьянника Потому что на свободе он не жилец Ну, значит, нужно их выманить? Да Понимаю, понимаете, просто новые обстоятельства в этом деле Переводят его, так сказать, в область публичного обвинения Ну, это формально, смотрите Вот, это означает, что дело возбуждается На основании рапорта сотрудника полиции А заявление от потерпевшего больше ничего не значит Подождите, как не значит? Послушайте, это моя квартира Мои вещи Могу делать, что хочу Продавать, терять, дарить Ну, какое вам дело? Скажите, вы можете вернуть мне украденное? К сожалению, нет Значит, говорить больше не о чем Послушайте, арестованный Ласточкин сознался, что их было трое Трое? А завтра появится четвертый, потом десятый Вы что, решили под это дело все свои висяки списать? Послушайте, по словам Ласточкина, главным организатором этого преступления Был некий Павел Евгеньевич Воробьяшкин Узнаете фото? Нет По словам Ласточкина, награбленное у этого таксиста осталось Ну, так его и берите Что вы меня сюда постоянно таскаете? Да будет ордер, мы возьмем А вы тем временем Покажите эту фоточку жене Там она у вас видная Может, красавчик ее возил И соблазнился Она у вас в золоте ходит Чего он делает, а? А я тебе говорила Ты брата моего не знаешь, иначе не доверил бы ему такое дело Не надо сгущать краски Все будет нормально Я, знаете, что подумал? А что, если в этот раз преступник возьмет и не будет близко подходить А там и снайперки шмальнет? Чего? Что? Куда смог шмальнуть? Из снайперки? В принципе, сейчас темно, он и промахнуться может Чего несешь? Так, все Я иду к нему, и мы едем домой Лен, 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 никуда ты не идешь Пожалуйста, посиди здесь и подожди Так, открой мне дверь Паша никуда не поедет Лена, успокойся Я тебе обещаю Пока они не найдут драгоценности Ничего с ним не случается Тихо Смотрите, походу, наш клиент Шеф, свободен Здрасте Садитесь Куда едем? К трубежке Это там, где вечеринки, да? Нет, чуть-чуть дальше, к старому пирсу А, понял Поехали Вань, заводи Быстрее Вань Да, блин Давай, ушко Лейтенант, ты машину можешь завести? Вы не против? Я притоможу отлететь Закрой рот и поднажми Так, давайте с толкача попробуем Какой толкач, это автомат Ты что, аккумулятор посадил? Блин, не дай бог С Машкой что-нибудь случится Я пособую их вот этими руками Да, давай, родная Давай, заводись Я тебя прошу Пучка Да, не надо меня трогать Да, да, ты, вань Вставай Пожалуйста, не надо меня убивать, пожалуйста Ну, зачем же сразу убивать? Сначала мы с тобой поговорим немножко И ты скажешь, где то, что вы унесли из моей квартиры Я ничего не уносил, правда Я, 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 я клянусь, я ничего не знаю Вот, козьял Или ты рассказываешь, где золотишко И я убиваю тебя быстро Или в противном случае Я мелко тебя нашинкую И скормлю местным рыбкам Я клянусь, я ничего не знаю Я, правда, я ни при чем здесь Ну, пожалуйста, не надо меня убивать Не хочешь по-быстрому Ладно Начнем с уха Давай Не надо, не надо, не надо Брось нож Брось нож, иначе я прострелю ему в башку Там мне покер стрелять Ты что, гнида Брось нож, ты мне говорил Ну что, лютый Да играли Ротан Паша Паша Паша, я тебя, боже Паша Ты как мне Нормально, Лена Все хорошо Я требую адвоката Будет вам адвокат, гражданин Лютый Вот вряд ли он вам поможет Молодец, Бычков Я говорил, понадобится мой запасной аккумулятор А то не увидели бы пашку своего Бычков Божики, спасибо вам большое Если б не вы, у меня точно кирдык уже Скажи спасибо своей сестре У которой встроенный GPS-навигатор Сестренка Спасибо тебе За задержание особо опасного преступника Объявляю вам благодарность Ну и обещаю вам выделить небольшую денежную премию Главк Велел отметить Служу России, Альберт Иванович А вот за самовольное действие О себе личном В нашел вам строгий выговор С лишением всех денежных вознаграждений Как? Альберт Иванович Альберт Иванович Ну пошутил я Будет вам белка, будет и свисток Как говорится Ну давай, рассказывай, что там было Лютаев Александр Борисович По прозвищу Лютый После ограбления в Твери И объявления его в уголовный розыск Меняет внешность И становится Демидовым Сергеем Валерьевичем Покупает поддельные документы И приезжает в наш с вами родной город Рязанск Откуда такая информация? Нарыл наш эксперт Леонид Кашин Вот Молодец, Леонид Ну продолжать мне А дальше он женится Организует собственный бизнес И под прикрытием Начинает грабить местные ломбарды Часть награбленного Он сбывает по каналам А часть дарит жене Ну жена Либо она не знала про этот бизнес Либо вообще не хотела знать Везет же некоторым с женами Я тоже иногда хочу Да Ну Так, и по нашей информации Лютый собирался взять Центральный ювелирный К этому делу он привлек Двух гопников Это у нас деревянка И ласточки Но С дурой эти ребята Решили обчистить квартиру Собственного заказчика Выждали момент Когда его не было дома И залезли Ну а дальше вы знаете Нет, а дальше поподробнее, пожалуйста А дальше Лютаев нанимает Мокрушника Губина Который обязуется Добыть золото И расправиться С гопниками Так сказать Отомстить Крысам По всем воровским Понятиям Частью Ласточкин оказался У нас Чего нельзя сказать О деревянке Поэтому Ближайшие 10 лет Лютый будет Людовать на зоне А киллер? Киллера мы не встретим Ближайшие 15 лет Это точно Кстати, Альберт Иванович Хочу отдельно отметить Работу Павла Воробьяшкина Который с доблестью Выполнил Возложенные на него Обязанности Выступил в нашем деле В качестве живца Да нет Ну это для меня Расплюнуть, Патя Ну ладно Я думаю, что об этом Главк мы сообщать не будем Поощрим как-нибудь Из внутренних резервов Ну что, героя, хочешь, а? В нашем отделе Будешь работать? Нет, спасибо Мне вчерашнего дня хватило Нет, ну если вы мне Пробьете курочку Чтоб я там мог На красный свет Паш, ты что, вообще Что ли, обнаглел? Простите его Товарищ Паконик Ну что, курочку мы тебе обеспечим О, ух ты Силен, силен Спасибо, спасибо Майор Амосов Антон Максимович Так точно Валерий Геннадьевич просил передать Что к этой посылке Он не имеет никакого отношения Передайте ему Что он может во всем На меня положиться Валерий Геннадьевич Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова